Поехали? Значит, дорогие друзья, вот сегодня у нас 20 марта 2012 года. Почему говорю год? А мало ли это видео будут смотреть там через 50-100 лет. Будет понятно, в каком времени мы сейчас живем. ТВ-поэзия, проект Театр поэтов «Послушайте», «Рок-кафе». И меня зовут Владимир Ратипенко. Я не просто здесь ведущий объявлялка, но еще и сам этот проект делаю, веду там, видео делаю и так далее. И вообще, как бы, сегодня позвал удивительного, можно сказать, человека интересного, Дмитрия Фанова. У него проект «Метаноя». Я послушал его запись, мне очень понравилось. И вот сегодня он здесь. И он будет делать, собственно, второе отделение. В конце я буду сам, Владимир Ратипенко, читать стихи, посвященные женщинам. Такое музамания, сокращенное в рятми. Но! Но! Это все но! Это была прелюдия. На самом деле у нас же всегда сюрпризы. Сюрпризы. Сейчас мы услышим, Дмитрия. У нас Елена Миронова. Выходите, Елена, сюда. Вот прямо сюда. Или вы хотите там? Давайте там. Вот Елена Миронова поведает миру о роли искусства на примере Артюра Рейнбо и его роли в революции. Поехали! Я думаю, что все помнят классическое произведение портрета Риана Грея. И в этом произведении есть один интересный персонаж. Книга. Книга, которую очень точно описывает Аскаруальт. Это были не стихи и не роман. Это был какой-то странный, незавершенный путь молодого парижанина. Трагический, но пленительный. Ну, по-разному, в разных переводах там разные игра слов. Но, тем не менее, это точное-точное описание, произведение, которому Аскаруальт дает достаточно точный адрес. Герой живет в конце 19 века. Давайте без никакого. Идите в зал. Удивите на свету. Вперед. Живет герой. Тихо! В конце 19 века. Речь идет о одном лете в аду. Единственной книжке, которая была издана в 19 веке. Единственной книжке Артюра Рембо. Но, дело в том, что эту книжку еще называли Евангелием от Сатаны. Я думаю, что большинство из вас, по крайней мере, слышали об этой книжке. Поэтому я не буду цитировать. Лена, в чем суть? Давайте вы что-нибудь говорите. Суть этой книги была в том, что она перевернула сознание. То, что говорит Дриан Грей лорду Генри, говорит, никогда не давайте никому этой книге. Она отравила меня. То есть роль Мефистофеля, как известно в романе Дриан Грей, сыграла книга Артюра Рембо. И исторически так получилось, что именно Артюр Рембо оказался тем поэтом, который задал новый поэтический стиль. Более того, до него существовала белая поэзия. Но такую роль, которую она сыграла в революционной французской поэзии, она не играла никогда. Так, в конце 20 века во Франции считалось дурным вкусом писать рифмованные стихи. Если у кого есть вопросы, можете задавать. Что неправильно, Саша? Я не собираюсь дискутировать. Нет, просто скажи, что... Я не собираюсь дискутировать. Тогда не говори ничего. А роль гения. В данном случае Артюр Рембо был тем самым гением. Мы очень часто путаем понятие способность, талант, гений. Способность – это некая конфу, хорошо сделанная работа. Иногда это плод труда, иногда это генетические способности. Талант – это дар. По-гречески талантус – это некий дар. Это могут быть деньги, это может быть ноша. В искусстве талант – это тяжелый дар, который человеку может не только поднять над людьми, но и убить. Гений – это некая данность метафизическая, которая создает направление. Сам поэт, в данном случае Артюр Рембо, он очень мало написал, но он задал направление литературы, которая получит потом название «Революция сознания». Социальная революция переросла в революцию сознания. В революцию сознания… Плоды были? Плоды? Плоды, да. Плоды были, вся французская поэзия, а потом вся русская поэзия, вся английская поэзия. Все, суть мы выяснились. Спасибо, это была Елена Миронова с маленькой мини-лекцией такой. Мы сегодня эксперимент провели. Попробовали, попробовали. Скорее всего, сидящие в зале особо много не подчеркнули, потому что… Нет, я просто объясню, все-таки вещи, которые… Нет, я объясню, вещи, которые говорились, они как бы известны. Но я думаю, что для видеозрителей многих, кто нас будет смотреть, что-то, может быть, там прояснилось. Андрей, можешь что-то добавить? Андрей, мне ничего не прояснилось. А? По-моему, это все около культурные слова. Что? Около культурные слова. А ты можешь свои сказать? Я думаю, что белая поэзия, белые стихи в русской литературе играют ничтожное значение. Это твои рифмы. А, чего же я еще могу сказать? Твое? Конечно. То есть рифмуйте, ребята, рифмуйте. Хорошо, все. Дорогие друзья, итак, в Театре поэтов послушайте. У нас гость Дмитрий Панов, проект «Метаноя», «Ему и слово». Поехали. Ага, добрый вечер. Меня зовут Дима Панов. Проект, как Володя сказал, «Метаноя». Он уже действительно проект не в харю, так сказать, студийная мастурбация, а вот замечательный человек, как Турган Жумян, приблудился, он будет сегодня бить его барабан на протяжении, в общем, всего банкета. Вот, читать я, может быть, чуть-чуть буду, но как-то хочется попеть, потому что начитали уже и так. Ну, вначале прочитаю все-таки. По доске пустой и плотской, по глазам зимы, Башлачев ходил и Бродский, проползем и мы. Зависает в бескультуре интерфейс небес, под ногами мозги курьи и кривой прогресс. Об одном скулят исходе человек и божь. Нас еще по миру ходит, всех не перебьешь. Пиетарий, киломяки движет наш состав. Всего срослось судьба и знаки, избранность и нрав. Как тут разом не напиться? Радость сводят рты. Заросли коросты и лица, да зрачки чисты. Языками клобродит папастный гундеж. Много вас по миру ходит, всех не перебьешь. Клопухами у дороги отольем вину, Небитые пороги бросим на струну. И пока сосете в клетках быстрые супы И таскаете в барсетках денежные лубы, Нам гортая духа сводит, бьет рожденья дрожь. Нас еще по миру ходит, всех не перебьешь. Мы трухлявая потуга на нездешний свет. Мы незрим и свяжем туго береницей лет. Пусть постой порой уводит в пьянку и дебошь. Нас еще по миру ходит, всех не перебьешь. По нахавам шесть сеансу время по домам. Отломили миру шанс, упали по умам. Деревянные сомнения, диатез у рта. Позабудут без зазрения, вспомнят навсегда. И пока в условиях давки мразь терзает кадр, Похмеляются на лавке образ, звук, театр. Полусумрак неба сводит и луну, и грошь. Нас еще по миру ходит, всех не перебьешь. Спасибо, понеслась. А вы вышивали распятия по ладоням и ведали обличье слова. А после пили ледра в молитвенном поклоне, в рай в виде долговечной зова. А было вышивали креста, крест поизнанки, и небо подносили крохи. А после подыкали от святости в объемке, и дохли на подковах в блохи. А было затыкали порталь, я в разурую мерились прорехли века. А после заливали мутро, попали трубу, застрали, и скребли с усека. А было начинали большие начинания, и маялись, не зная срока. А после поджигали пожитки, ожидали, не видя на себя намека. Я иду на клавище пешком, попа хрустит под сапогом. Размазаны на пленат, бросаю в прорубь имена. Старость глядится, грана неба, течет из крана. Дети играют пьяных, дети играют пьяных. Старость глядится, грана неба, течет из крана. А дети играют в пьяных, дети играют в пьяных. Крутели над цехами померчные, на баты шаловом отливали формы. И ногами вжевали привычные форматы общественного кэмби-корма. И я готов был пить, а только ранним утром теплей в сердце неба пламя. Но вместо снега выпала сахарная пудра, и снова горлом устало знамя. Но вместо снега выпала сахарная пудра. Иду на кладбище вешком, папа грустил от запокон. Старость глядит с экрана неба, течет из экрана. Дети играют в пьяных, дети играют в пьяных. Старость глядит с экрана. Небо течет из экрана. Дети играют в пьяных, дети играют в пьяных. А где-то за оградой все так, куда не надо. А светом чудивый был филин. Сносились на лечение текущему пилату, что жертвенникам обессилен. А после продавали расплату. За сомненье мычали в Аделону славу. И под луной журчали, под ливой изношений, пахли береговым травы. Старость глядит с экрана. Небо течет из экрана. Дети играют в пьяных. Дети играют в пьяных. Старость глядит с экрана. Небо течет из экрана. Дети играют в пьяных. Дети играют в пьяных. Ну начали, можно сказать. Снег на выдох, прелесы, странные сны, Балоходы и блестки. День запуган по минутам, Чтоб проживать не свои перекрестки. В двери в летах всех газет Склеены похотью литких сенсаций. Рубят правду психонавты, Клоны ждут золотых трепанаций. И сердечный голос тихо звал Рассветами звенеть. Но, пока я утро провожал Успело стемнеть. Но, пока я жалко отжигал Успело стемнеть. Был и не был Вспомнить небо вправо, Одет в приволотные стебли. Не пролечен Будут вечер яблоком по сентябрёвые дебри. И сердечный холод отползал И время было петь. Но, пока я утро провожал Успело стемнеть. Но, пока я пил, отжигал И звезды мне. Был и не был Вспомнить небо вправо, Очень было, как в стыках Возле заврошней смерти. После флоген Плясом вдоль ним фарс Распасует Хмельной круговерти. И сердечный факел предрекал Остались и взлететь. Но, пока я утро провожал Успело стемнеть. Но, пока я жалко отжигал Успело стемнеть. Пусть дело стемнеть. Пусть дело стемнеть. Смело стемнеть Звук пересунов в шорохе квартир Матрица маршрутов Предпоследний пир фарабина Я на ногу Аж расстелила постель Небом сдавленных крыш Я пью, а ты спишь Было не подняться Стало не упасть Попросту остаться Попусту не в масть Я не знаю, как петь Завело все воды Стерлись грязью следы И надорвана сеть В ком-то сны засохли В ком-то сплошь цветы Два пища протропли На дыбах мосты Воробинная нога Аж разорви меня в дух Беспорядочных душ Проспиртованных луч Любить так просто Что сгораешь в прах Вертелые звезды Пророны в кострах Я забыл, как забыл Ее Я надег ее с собой Обручил своей петлей Непонятных мерой Ноября при душе Воспаленный мозг Рифмовали души Натек весь мозг Воробинная ночь Воскреси и зажги Двухаор корабли До ненужной заринку Спасибо И снова понеслась Мы сегодня много говорили До стихов, после стихов Во время тем более Я тоже маленькую предысторию утолкну Потому что, чтобы понять название Песня называется «Сорок дней без солнца» Следующая История была следующая Наверное, лет так пять назад Был какой-то очень затяжной ноябрь Вот без этих зимних месячных Безо всего И реально было очень тепло И стены такие уже Были как будто в пролежних каких-то Совсем черных А мы с другом тогда Вот его здесь нет В такую опасную фазу приема алкоголя Вошли в очередной раз И сидели где-то на Нарвской В каком-то таком очень мерзком шалмане С пластиковыми стаканами С пластиковыми столами С кококольными зонтиками И я говорю Вот «Тридцать дней без солнца» Или он говорит А другой говорит Ну тридцать как-то это мелко Сорок Уж ему там В плане вот сорок Вот Ну так там и будет Сорок дней без солнца Тоже подримся Это тоже вот так Это «Быренька» сейчас будет сыграна Стены вымкли от вода Сорок дней сибы плюс десять Ноль похмелья Три кода литров Выжранных не взлезить Износили жилым бред Календарные куранты И совсем не держат в небо Познавшие Атланты А ноябрь до декабрь Мужи ложат на бесснежье Пастернаки поистокли Пустого говами-то вежья И строчилися поэт В подоконниковых постах И не терпится минеты В бербедроле белых розах Просто сорок дней без солнца И сорвало нахуй крышку От хранавтинной горжонцы Без прощения клеют лыжи Декаденской легкой жиже Разложенье все листышей Купорозь Зелень бронзу Эти сорок дней без солнца Сорок дней без солнца Путеше вылезоны неба Принавившим, но не взявшим И тургеньевские дебы Кухну доходью уставшей Из утрали все по домам В ожиданий и объятии Искательственно прикол отцела Мудренных аватий Покрашив стихи на буквы Моста и жижи суть все легче Ягод нет кислее клюквы И не тонет в речке мячик И не плачет чья-то тань Лишь пока мы все полонее Приросли к сфальту сами Слезы стали золотые И тут просто сорок дней без солнца И сорвала нахер крышу А нафт на горжонце Без прощения клеют лыжи И когда скрыли бы жижи Разложение все без стыжей Убороть, делить бронзу Эти сорок дней без солнца Сорок дней без солнца Проступает жир смирения Козлоногий и без мозги И шарфы не до коленей И разметаны прически И опять не разобраться Те отлишки, где иконы Продолжаю обгуляться Растекаясь по бетону Уброски сорок дней без солнца И сорвала нахер крышу А нафт на горжонце Без созрения клеют лыжи И когда скрыли бы жижи Разложение все без стыжей Убороть, делить бронзу Эти сорок дней без солнца Сорок дней без солнца Ага, ну продолжаем, кстати, тему Только уже в таком Более медленном груве Вот следующий произведение По гармонической своей структуре Вполне, наверное, тянет На определение русского рока Ну такого, апгрейдит чуть-чуть, конечно Начало дрожало, как на иждивенье старик Дорогу тревогой толкая себе под язык Но сердце рассветом кололо Рождение боль Но сердце ответом кололо Небесную соль И чудилось чистого взора Уже не унять И виделось, будто опять лишь рукою подать Только на виду Стерва осень Жала мои дух Между десен очи Мороча черным пеплом ветром Тосуя клочья ночи И по всей земле Радость смерти Ворожа взалет Срама черти ангелы Мрачным зачердачным плачем Минтуют душ под ранки Только как назло Шажду чудо хмелем унесло Вперед суды смыло Бесхозною бежо и дубу воем Под тучем развинтило И похмельный звон В камокольнях схоронил разгон Светлых вольных выстудил Ставний звезд оплясом трясом Оракула при чистых Тони венчальный зал Новой крови И песню на гормал На полуслове Выжжет Каленым за усердцем Сердцем Превышенный излишек Только для небес Нет трубе сел И полячу тряс Снял бульдозер Рыб по старшим швам Новой ложью Майя по щекам Рожью Ошья Я И между реков бледной скорби Скорью любовь мутный взор пьет тяновет Колючие желания мои Текучие признания только на виду Стерва осень шала на еду Между тесен ночи Мороча черным пеплом ветром Тосуя плочья ночи Спасибо! Снеет похмельное утро в углу конуры, Вновь выкрашен плоскость рассвета без правил игры, Охрипшей гурькой соборяне штурмуют лапаз, В медной пивной штукатуре понят ли анфас, И минорность, тоскида, расхлябанность, липкий сатир, Приборная срань снова строит вселенский сортир, И рыхлые тетки все мажут в секреции кадров, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, Хотел лица песни загнали в окладный формат, Выдался в сухую на смраде вокруг аромат, Война не война, цирк не цирк, но совсем шеветон, Завис свет на тени светит, и не это не то, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, Торчит на карьерный клет поколение Next, И оптом встается в ОМОНе, смакуя контекст, Течет скальсированный мозг, похотливая мреть, Пальсируя в ритме New Age на четвертую треть, На суше нарезан бьёной заправленный кит, На памяти мрёт пропиальный прахтрон свистит, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, На боковые девы ушли на большой кофе-брейк, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, А Анфелия — это какой-то хреновый театр, Она почему-то так у меня, когда уже написалась, я понял, что это куда-то такой преверанс в сторону Петербургского рок-клуба 80-х. Особенно тех, кто по какой-то причине уже не вполне жив, ну, в физиологическом своем воплощении. Вот, называется «Водоваза облаков». Она чуть-чуть вначале потише, а потом при певе уже голдеть можно, ну, если нужно. Мир родился и подкис, пока мы глядели вниз в хилых поисках себя. На грани ждали следа и тетла, средь окурков и стекла пересуды деревян в стакане. Кому нечем было крыть, оставалось просто быть, кто познал и просиял горсть пепла. Кто цеплял багром почет, на погостах перечет от намоленных зеркал в шум ветра. Водолазы облаков не оставили зонтов, снова слезы на порог. Под вечер властелиной тишины, не хотят иной войны, только в порох пары строк уфечит. Семчат молодые семена, золотые стремена и опять, опять до дна на вынос. Водолазы облаков не оставили зонтов, снова слезы на порог. Под вечер властелиной тишины, не хотят иной войны, только в порох пары строк уфечит. Молодые семена, золотые стремена и опять, опять до дна на вынос. Мир родился и подкис, пока мы глядели вниз. Спасибо! Ну, чтобы не выглядеть совсем, ну, как сказать, занудами, что ли, немножечко сейчас такого панк рок-н-ролла, то есть панк в поэтическом произведении, рэк-н-ролл музыкальном. Поэтическое произведение, почему я его всегда читаю? Во-первых, потому что я его, ну, всегда помню наизусть, что большая редкость. Во-вторых, оно было написано самим мной 18 лет, то бишь тому 14 с чем-то лет назад. Вот, но, тем не менее, не потеряло актуальности, все написано абсолютно с образа, если вот Володя вдруг спросит, а почему я, блин, написал этот стих? Я скажу, что я видел вот пьяную чексу, собственно, кому все это совещается. Схурили грязные собаки, и надвигалась гроза, а по дороге в полумраке шла к дому пьяная чекса. Я шатала и штормила, она тихала и мутила от алкогольного добра всю дурь чексячьего нутра. Пугасли сладкие мечтания в ее головке молодой, и лишь мигали в подсознании минуты оргии крутой. Как заливались три стакана, видать забыла о других, и как юнцы в пылу дурмана ее имели на троих. Как с резком лопались чулочки, рвалась резинка на трусах, как легатые носочки белели в девичьих ногах. Ну а потом сортир, и рвота, и кровь, что сохлась на руке, и тушь, что, раз смешавшись с потом, текла по розовой щеке. А не вчера, не еще вчера, играла кровь. Рожали нервы среди подружек со двора быть самой лучшей, детской первой. Так много чул желаний разных, а нынче пропасть. Грязный крах вдруг оказалась, суть соблазна в ее раздвинутых ногах. Погода пуще сверебела, холодный лизер в спину дул. Одежда легкая не грела, гидрометцентр спизданул. Как мерзко, пакостно и гадко, к тому же порваны чулки. Нет в мире взрослости порядка, и не подаст никто руки. А дома мама, папа, кошка, газеты, телесериал, горшки, алоэ на окошке, литье посуды и скандал. Утихли грязные собаки, и начиналась гроза. А по дороге в полумраке шла к дому пьяная чекса. Спасибо. Пьяная казава, казава, казава. Злой был мальчик, 18 лет. У женщины не дала какая-то, вот он написал. А этот мир был злой, что мою психику травмировал такими личностями. Милые дамы, и ты злой на мир. Что? Я злой на мир. Нет, просто, а я буду добрый человек. Я буду добрый. Спасибо, Володя. О, животное даже пришло. Животное, оно без подсказки чует, где тут, так сказать, и тару разливает. Разольем, Артур? Зача песня, она тут, конечно, еще всякие инструменты подразливает, но мы так, сухую, сбацаем. Ты спросил, насколько стоит не впрягаться в процесс, восстанавливая видимость закрытых небес. Я ответил, восемь жизней и немного ума. Ты попробуй разом поймешь все сама. Одна круга обгалтела, из ковшей шпарил пир. Мы сидели и смотрели, как кончается мир. Ты спросила, почему нам так хотелось бежать. И отчего сводила крылья невозможностью ждать. Я ответил, мало понту завернуться в успех. И подчерливые поклоны проползать пузом вверх. С возбужденной юрилдой кругом прыгал сатир. Мы сидели и смотрели, как кончается мир. Мы сидели и смотрели, как кончается мир. Мы сидели и смотрели, как кончается мир. И спешной новой победой И тут зимней скач Все те же луковые слезы Крунованный ржач Властелиновых метрин Упакованный рай И всего нахуй я И всего через край Погоняйщики мук Королевич и лир Мы сидели и смотрели Как качается мир Ты спросил, а почему у них в почете стада И почему в семье мордов бежит живая вода Я ответил, в одиночку не перестать не вдохнуть И там уже к водопою давно проторенный путь Сколь не бегай с ветром Сколь не боит татыр Мы сидели и смотрели Как качается мир Мы сидели и смотрели Как качается мир Мы сидели и смотрели Как качается мир Все те же мертвые мирши в золотой пустоте Все те же мудрые рыбы в окладе беды И много трудные патухи не пропасть почем зря И сам ровный навсничь в асфальт тихая Те же пуганые кухни, те же мыши и цирк Мы сидели и смотрели, как кончается мир Мы сидели и смотрели, как кончается мир Мы сидели и смотрели, как кончается мир Спасибо! Ну, как говорят умные люди, преимущество Долго не кончать мужчины, но не оратора Поэтому мы сейчас споем такую Ну, как бы она чуть-чуть длиннее предыдущих опусов Вот, а потом еще так чуть-чуть повеселю И за всем рассланиваемся Спасибо большое театру поэтов Спасибо уважаемой публике Вот, очень хорошо Это проект Метаноэ, Дмитрий Панов, Артур Конжумян Ежели есть желание, у меня есть какие-то дисочки, книжечки И там совсем за какую-нибудь такую вот Чтобы себестоимость отбивать могу, да, презентовать Вот, песня называется «Веслеостровская гать» Ну, собственно, такое петербургское... Что такое петербургское? Не знаю Поехали! Если Пасху и Весели Вновь осел на расстройной мере Если тесно в святой купели И шумит под окном камыш Значит, вновь в авиационном остров Разобрал мой интересный мостов И швырнул в лабиринт по гостам Ну, был как в двух левых крыш Небо случившись облаками Дождевы с полцовой червями На болото подвал лунами Побережье кривых кулиц Я смешался, я оголился Разошелся и расходился В бортовой отсек снов совился Без бортов среди львов и крыс Поздно стены водой разрывать Коли следом, как сладко летать Вслед за тенью хожу умирать На Василия Островскую льдать Вслед за ночью хожу воскресать На Василия Островскую льдать В голове беспорядок свинской Нарезает хардкор стролинский Пошла, чего поет вертинский Купыль курит губанский мак И какие там судьбы мира Я костей с гладкой кефира Я загнал своего шиспира И молчанием набил рюса Без прелюдий и многословья Здесь санеты от малокровья Как озимые от зимовья По чухонским чумным углам Обернул меня город лесом По обрушкам да мелким весом По обмазам да стеклорезом За полбанки блокадных грамм Поздно стены водой размывать Коли следом, как сладко летать Вслед за тенью хожу умирать На Василе Островскую льдать Вслед за ночью хожу воскресать На Василе Островскую льдать Я кичился больной неволей На поминках своих гастролей Меня жрали наши застоли И сжимали половые дома Распахнул меня город в почерк И присвоил тюремный рощер Я смотрел, как взыкает зодчик Накрывает седая тьма Тепла 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 Подбивал балансы, ой-о-о-о-о. В пасти площадей меня швыряли в колдырье. Мура по бокам в домах сапели овощи и шуры мура. Я болтался в пролежне, болотистых волной смакой. Видел лица в берегах, завинчатых. Кошмар истории, кошмар истории. Смерть кривлялась по краям, Лиск и жизнь обграшая через половые крылья с водом нам. Всему, что в эту щель проездная с дизмом сферы светлого, Я выжил каплю жизни в дрожь и сползал снов. В рюмботом лов, асфальтово, в журшном обложи. В журшном обложи. И кто-то впервые на коне летал в порожнее пространство, В голове ухраните их в вене. Смиры заморского шаманства, Я сих пор с мячей деревной. Молота нам небес кромечный, Вечер в Каутины и судьбой. Начать жизнь вернуться прежним, Вернуться прежним. Вечер в Каутины и судьбой. Начать жизнь вернуться прежним, Вернуться прежним. Возгла стены водой разрывать, В колец летал, как сладко летать. Вслед за день ухожу умирать, На Василе Островскую гадь. Вслед за ночь ухожу воскресать, На Василе Островскую гадь. С дружку сердца гитарным брифом, С белоночным аперитивом. Если даже не стану мифом, По заливу уйду в разнос, Оберну в меня город дрожью И швырну к своему подножью. Между ложью и бездорожьем Я плетиной болотных слез. Я наполню одна до края, И не всякая навсекая, Даже та, что не ждет рамвая, Разберет, где вино, где кровь. И не важно, кто сколько ставит, Кто листевик оглоблю давит, Снег стихально стихи распалит, И растенет весной нелюбовь. Поздно стерлой водой размывать, Кто изведал, как сладко летать. Вслед за тенью хожу умирать, На Василе Островскую гадь. Вслед за Бродским хожу воскресать, На Василе Островскую гадь. Коды не репетировали. Спасибо большое. Артур Ковжумян, Дмитрий Панов, Проект Метаноя. Есть сайт, Есть там в интернете. В общем, если мало ли чего, Пожалуйста, обращайтесь. И восемь строчек, Конечно, напоследок, Коль у нас поэтические сходняки. Мама, а сыр что, кончился? Нет, посмотри в холодильнике. Кстати, если захочется, Есть колбаса и сырники. Мама, а жизнь что, сложная? Нет, если знаешь правила. Да, еще масса творожная Я для тебя оставила. Спасибо. Ура! Дмитрий Панов, настоящий поэт. Спасибо. Это был Дмитрий Панов, Проект Метаноя. Я попрошу, Поскольку я буду сейчас без микрофона, Сережа, можете, пожалуйста, Выключить все-таки шумящий динамик? Я Вас очень прошу. Иначе у нас на съемке Будет звучать только шипение. Друзья, спасибо, что вы оставите. Я Вам скажу так. Я сейчас сяду в это кресло. Видно меня видно? Нормально? О, спасибо. Я буду с кем вставать. У меня как бы каждое стихотворение, посвящается женщинам. Но оно посвящается именно не конкретной даже вот девушке какой-то, а это некий такой собирательный образ. И он связан именно с тем, что даже если встречается имя имя, это не значит, что Песя, это стихотворение, оно было именно этой барыше, значит, посвящено. Нет, на основе неких, скажем, отношений или чего-то, это все-таки собирательный образ. Я хочу это подчеркнуть, потому что некая дама, которую я пригласил сюда, чтобы она посмотрела сегодняшний вечер, сказала, сейчас я пойду на твоих баб смотреть. И не пришла. А я вот прошу все-таки уважаемых дам проявить ко мне толерантность или что там, или как это, как в Африке, когда неграх называют и неграми, как политкорректность, вот, афроамериканцы. Вот, Наташа, можно вас сюда? На секунду. Я думаю, что ваш молодой человек вас простит, да? Вот. Можно вот, как бы, ситуация такова. Я сейчас буду читать стихотворение, да, начинать. Ну, как бы, первое, ты будешь, да? Вот. Я потом продолжу, ты уже уходи, если, уважаемых дам прекрасных вот говорящих, УЗИны Оксинской, возникнет желание выйти, выходить, а я вам буду почитать. Может быть, я буду в одиночестве, и мои стихи никого не зацепят, я не знаю. Это такой символ. 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 Поехали. Слово. Серёж, там включишь, нет? Музыку включишь? Первую. Музыка Василия Шишкина. Первую. Всех помню. Над чувством израсцовым, Обрезанным колечком обернём. Мы дали Широщанные арбузы, Любимых вдаль Ушедших не вернём. От Али Я спасался бегством в память, Змеёю извивался, чертыхаясь. Она меня любила, Да, пожалуй, Среди воспоминаний Их роясь. Я избегал её Прямого права. Стекает сгуб Предательская лава, И помню я Движение её Текучесть, Плавность, Аллость. Есть женщины, Которых мы не знаем, Есть женщины, Которых презираем, Таких, пожалуй, нет. Настанет миг, И всё вдруг измениться Замгновение, И в нас интуитивным Вдохновением Из сладких нет Нас вырвет из объятий, Из всяческих земных Проклятий Мы выберем одно, Его молиться неустанно будем. И лопаясь, Моё стихотворение, Зардясь пунцовой Краской стыда, Всё выскажет Бессмертного суда, И выставит На кон столетий, Смеются В поисковости Пруда, За радужные блики Дети, И плещет Корабельная вода. Бесомость, Господа, Идиллия И страшная Коричневая мгла На шлак, И мы вчера Постановили Безудержность Убитого Орла. Над эклектическим Пареньем, Измученные До ползновения, Выкладываю Карты в стол, Гаданий нет, Цыган ушёл, И светит Поэтичный свет, И льётся, Льётся Рогом изобилий, Из всесторонних Распределий, Из неблагиатрических Манжет. Есть Девы-нарциссы, Есть Девы-тюльбаны, И те, И другие Приятны И пряны, И благоухают, И дарят нам Радость, А после Завянут В блаженная Старость. Старушки, Как мушки, Галдят на скамейках, У них На макушках Седые ромашки, В глазах Отражается Чистое небо, И бродят букашки В траве Под ногами, Всё это печально, Но очень логично, Мне нравятся Розы, Их есть Неприлично, А я, Как корова, Жую лепесточки, Цветочки, 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 Цветочки. Любой нормальный человек Не скажет Ёлка-фр Бред фиолетовых желаний Намажет трос на мёд На трос рыданий Лаская деревянных дам Стругая долгими ночами Их буратинные черты Ругая печень Карабаса Другая очень, но не ты Которую зову бездарно Любимая Свидание с прошлым Можно вас? Пожалуйста Вас, 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 да Свидание с прошлым Годами завинчен Шуруп этой встречи Я взвинчен Боличен Как блюдо из дичи Беспечен, кромичен Из стали, кустами Я весь из хрусталин по плечи Иду на свидание с Алей С цветами Короче, я ей симпатичен Хоть толст стал И мало с неряшив Теперь я поэт И поэтому горб, как капуста Любому могу доказать Важность нежного чувства Но скромность моя Избегает влияния искусства Я скромен, о да Как последняя шлюха В борделе При слове Еда Мне мерещатся Тонны омаров Хоть я их не ел Но меня упрекнете едва ли За то, что люблю эти ночи Безумных кошмаров Когда-то с этой Алей В отдельной кровати Родители были Мы спали Родители были не против Родители были напротив Соседней кровати Звидание Катя Она говорит О квартплате О муже О детях Их двое О муже Которому хуже Я думаю Хватит Здоров я Шуруп мой не нужен Пойду-ка я брать Искать Королевскую Дочку Так Есть О Идите вы Надежда Быстрее пожалуйста Вы нужны мне И туда смотрите Некий кто Искал некую Кту Ту что океан Ту что земля Ту что небо Ту что смотреть Ту что любить Видеть Вертеть Некая Кта Совсем не та Свадьбу играть Детей воспитать Мужа найти На растопку женщины Кто истратил час Кто ласкает Секундную стрелку Сексуальный голод Ищет собеседника Кта Купается в проруби Ледяного панка Кте Хорошо Панк Женится на кте Панк Берет в жены Кту У них будут дети У них будут дети Панк станет И кто Никто И никто Будут счастливы В браке Кто их недолюбливает Кто их недолюбливает И пишет стихи Кто станет поэтом Надежда сам Спасибо за это Я знаю что все уже устали от поэзии Потому что Конец вечера Самый конец вечера Последние два стиха Я больше не буду орать Я больше не орать Я сегодня вообще Не в том виде как обычно То есть я Видите листочки Перебираю Вот Нет давайте Порция любви Выдано Расстояние до нас Пенье голубя Самолетами лететь Будет дождь идти Поездами добираться Невыгодно Очень долго Рейсы тянутся Парные Всем невестам Снова ждать Запрети Корабли Заходят в разные гавани Человеку на земле Только два пути Ожидать на месте Или вперед идти И покуда Не случится Предательство Мы свои координаты Не выдадим Как пираты Отнимают сокровища Так тебя я Обнимаю Пока еще Вальсирует досыта Комната твоя Теперь только Плеер в ушах Музыка твоя Считаем до ста Диджей бог В душах Крутит винил Заезженный мотив Туда-сюда Слушай, девочка Я ведь тебе Не винил Я ведь тебя Не винил Туда-сюда Всюду Рыжие леса Танцует вальс Диджей Будда Поместил нас На обложку диска Извини Я больше не буду Видеть тебя Во сне Замученный В тупом трамвае Он выскрызнул В блестящий шелк И вы поверите Едва ли Он руку даме дал А толк Она спускалась Из гранита Сверкая сфинксами Грудей А он молился Елена скрыта Пришла на землю Смущать людей Молча кранся Над берегами Птица летел Зверем стонал И целовался С ее сапогами Наконец-то художник Нашел идеал Но неожиданно Из Сальери В нем зародилась Одна строка Вы по-на Моцарта Так смотрели Как на последнего дурака Значит ли это Что вам Что вам безразлично Или надев на себя Пурпур Вы ведете себя Прилично Чтоб не казаться Глупее Кур Может художник Сердит напрасно Вы не такая А просто устали Что же Тогда тюльпанов Красный Он вам надалит За место Стали Ты спишь Уникально Просыпаешься Уникально Ходишь Танцуешь Бесишься Уникально Сидишь Уникально Глядишь Уникально Целуешь Уникально Любишь Варишь Говоришь Уникально Ты все делаешь Уникально И все же Какая ты Банальная Женщина я просто это не спектакль ни в коем случае даже не джем интровизации я реально хотел прочитать вот пить и сейчас я говорю слова даже прочитать стихотворение которые могу найти сейчас я его найду вот я выложил на стенке вся вконтакте никто не понял о чем речь объясняю меня стихи многие их нужно слушать ушами или они как бы предназначены для исполнения сейчас исполню и вы почувствуете красоту этих слов звуков только пожалуйста можно не разговаривать когда я прошел мешает либо уже выходить и впечатление от древней египетской женщины изображенные на осколке кувшина найденного воображения грудинка моря карского вкусно кальмары обжигом затронуты из царского села замеса горинного мила кончаром и выпита вела анчаром и лепита сокровища египет а свела царица с трепетом плела венки над скипетром бокал любви не выпитым оставила под опытом маэстро милый где же ты села замеса горинного свала принцесса древнего осколочка кувшинного и вот последний стих который сегодня вспомнил он я могу еще смешной исполнить хотите смешной ласки у берегу на берегу женщины грудень кладут в песок как струсинные яйца каждый сосок в песок нежно уткнулся ветер задул и сок солнца палился спины чернить и ягодицы любить работа природы вью временную нить пора бы пора бы их перевернуть хотя бы а то есть сгорят на солнце бабы я как зару чтобы такую жару солнечный удар получить как не делать акцент не сделано за вот последний все таки стих я вот это многость в основном я читал старый стихи а вот это почти новый и именно поэтому я хочу исполнить он очень трепетный я даже не буду орать а ну на сутки встреч с автором предпоследний испугался метеоритным маслом нервы смазаны ругался долго еще дороги в ямах будут матерных скольжу по первой названной единственной просеке навстречу судьбе к волшебной умнице что завтра назовет меня расстроенным трактором на башне свинцовых лекарей жизни довольно махать платочком березовых радости елочки выру с корнем пахать на почве дебилой мудрости кроме меня никто не узнает чем дышала красавица лебедь волнуясь сиренем платье луны женщины став вражая болезненных трав слышала как расцветали ночью тюльпаны на кладбище и розовым соком трава плакала в клещах зацепая зло сыпалось на пальцы умерших мертвяков и мне хотелось подбодрить но занавеска вспыхнув радугой рассмеялась в лицо моё это вообще не женщина женщины и девочки послушайте довольно знаю что под платьями скрывается подполь на милые хорошие тоже то не знает что каждая любимая под брюхами скрывает я пошлях помилуйте на словах пожалуй в деле я действительно очень мало жалый так не прячься кисонька улыбаюсь глупо ты моя ларисонька ты моя анюта ладно что же ротики на сегодня будет я целую ротики с вас-то не убудет хочу помарку сделать этот стилк 16 лет мы зачем и все-таки то что я хотел вся все последний честно вот все он тоже не совсем женщина вообще женщина что-то бывают немножко ну я убил женщин вчера еще не знал волнение тревог но вот искрами шнами пробежала и как больной в бреду я за ним мог и сердце сладко шала слышались песни лето сердце бежала ввысь в лесе бездомным где-то плакала лунно рысь ты приоткрыла окна нежностью из стекла а за окошком мог яблони из стекла это я нагоняю нагнетаю потому что вот у меня есть такой коронный который ваша огонь гитара оказалась ни при чем и чайна или поздно слишком поздно вы думали я буду вам врачом а я всего лишь пациент нервозный и вправду что сказать об этом слух когда искусственно родились споры вы думали я буду вам пастух оказалось что я поезд скорый и раздувая медленно поры я выступление приходил от страха что вы во мне нашли лишь топоры и рассмотрели как грязна рубаха не важно сколько действует слова а важно то что слышим после слове вы думали я буду голова оказалось что дерево корове я ушел так не сказав ответа и раскрыл пред вами свою суть когда вы нашли во мне поэта тогда бы оправдали как-нибудь вот у женщины вам или золотом сиянии в блеске красоты восторге слов рукоплескание глаз вам чудные нежные черты природа подарила вызвание а вы ее прекрасное страдание так редко дарите все и наверно завершаю философский даже придется мне не кричать ближе к камере все последнее пожалуйста последний осталось три четверостиши вечером нет голос вечером туч а музыку можно первую тучи счастья безумны будут не разделить на части судьбу и слова если кострами можно согреть в ненастье значит сердцами проложена тропка к чуду много тропинок размыто и много ложных даже трава не примята никто не ходит вдруг ниоткуда комочек живого ищет топает ножками маленький след находит это надежда внутри человека бродит господи сделай счастливым меня напоследок ветер качает заборы еловых лет вот и дорога ура я дошел спасибо это был владимир один спасибо а вообще написано 20 до 0 даже написано по отделению что будет я приехал сегодня в полу я нет нет тоже четверостиши почти нет без слез без слов подвигаю на трон любовь клеопатрой стою перед смертью на дру вместе или врозь это уже не важно творчество дрожь на меня спустилась однажды ну и пусть карман не нужна я уже не луна я распущусь как весна проснусь от глубокого сна мы любим тех кто открывает нас себе другим не на показ и дольше века длится парафраз из песен музыки и фраз аэр посвященный ты не один виновник моих снов ты знаешь сам ревность тебя гложет любовь твоя посол но он контакт найти не может помню цвел шиповник помню был любовник но весна распустилась и так хороша что забыла спасибо надежда сану вот туда идите под свет дальше 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 еще раз пустыня губина твоя на моих ресницах ночь без сна а на твоих весна как алиманжара весна подвалы гойки чаясь на кане и вновь сухие губы смазанные жаром любовь на шее бьется тоже жилка ложь а ты все так же нервно буешь уйдешь представьтесь анна шнековская 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 все же будешь что у вас порох есть давайте снимем давайте ребята пустая камня встанет я не заставляю я ему все сделаю ну что вы включили давай точку поставить красивая красивая пожалуй пожалуйста давайте ну для этого так снимай я не выключу я потом ему атлантирую куда в свет идите пожалуйста чуть чуть еще дальше еще дальше туда туда вот крест хорошо свет будет классно представьтесь Анна Исупова как Анна Исупова Анна Исупова хорошо сиреню моего подъезда она целует мне запястье и я проваливаюсь в бездну весны сиреневого счастья когда волос моих касаясь ты удобаешь сладкой страсти и будто в пропасть я бросаюсь у сумасшествия во власти и май танцует вальш шопена под звуки нежного рояля но гибнем слишком откровенно в своей разнузданной печали бесстыдно наглым поцелуй мне солнце опарило в плечи и ты к весне опять ревнуя меня целуешь бесконечно еще давайте читать один стих не могу надо бумажку ну тогда в общем давайте на двадцать седьмое запишитесь я понял кто вы вы там написали я еду к вам из коммунатов я вспомнил все кто еще Серега будешь? в точку стоит Оля хотите еще прочитать? три шага на сайте да давайте сейчас напоследок обращаем весь порох жизнь вечная гастроли переезжаешь забывая ценное по прошлому скучая или стремясь его стереть а настоящее как будто вне сознания в котором места нет для сокровенного и нет того что может нас согреть а важно то что в сердце будет пыльно как запустение на книжных полках признания будут долго тлеть и как в кино с пометками на правду во лжи что в нас течет так изобильно и есть ли смысл опять это терпеть через двадцать лет уже не будет страшно залезть на лестницу перебирая пепель книг ошибки глупости и достижения опять совру опять забуду приукрашу и загоню себя я до изнеможения представив что все только черновень сергей удальцов спасибо сереже давайте туда кресло идите ребята тогда будет нормально кресло кресло как вас зовут да эдик эдик даньки как эдик даньки мне просто подписывать давайте я обещаю мутериться в стихах не часто но громко стихая по окончанию своей гневной тирады против тиранов я лишь делаю передышку сдаваться не в моих правилах мои слова слышат но снова в суть не вникая меня облавит и к черту посылает стая без залапых пуделей и баллонок они с пеленок не уделают пока не в намек происходящая а в садне новый порядок уже ничего не будет по старому завистливые соседи вашего хозяина сжили с этой планеты верные слуги убились горем их прах скинули в обрывы в море осиротевших собак решили пока не трогать теперь все псы как бы на воле их мало накормят могут гавкать в воле пока никто не слышит и бегать где угодно но есть одно условие они должны каждый первый вторник каждого месяца приносить из леса по жирному кролику во избежание кары нового повелителя меня такой расклад не устраивает видите ли я вас зову яростно без жалости и наплевав на раны грызть глотки самозваных тварей эдик данькин спасибо спасибо давай ничего это из нового я не помню просто перемена называется а ветер предвещает перемены и рвет с деревьев зимнюю печаль все бьется истерически об стены и селится нам что-то прокричать весна уже расставила капканы мы все погрязнем в долбанной любви и будем как покорные болваны а не чудные баечки травить а в питере весна шептал мне ветер я усмехнулась надо же весна быть может он ко мне еще приедет тот самый из несбывшего состава про чай в твоем взгляде различаю я пустельные тона робко блею может чаю речь влюбленности скудна ты сидишь уверен слишком все в глаза мои глядишь у меня же едет крыша от небрежного малыш все закончилось в кровати еще и забыть мы будем кстати спасибо Ольга Адинитулина спасибо ну все все корм давайте попробуйте давайте сколько сейчас закончится все и можно осталось немножко как вас зовут Николай как Николай Вильтон я подписываю потом Николай Вильтон нет сейчас именно кастинги происходит вы не понимаете тихо бабушка вяжет внучки назад на носки чтобы в автобусе ноги не лез у жара красные с белым по полу скачут клубки и убегают к двум словарям иностранным мухи вальсируют вертятся под потолком нюхает кошка черстую корочку хлеба а у порога сконков дорожку узлом пес отдыхает носом уставившись в небо окна за окнами светится крашеный пол и отовсюду храп и сопление ручья бабушка сложит нитки и спицы на стол и засыпает с опущенным луком а можете громко когда он громче еще когда он сходит на трибуну или на кафедру весь исполненный чувство гражданского долга и расправив лохмотья как нищий по паперти начинает пропагандировать нудно и долго переворачивая слов равносторонние и равнобедренные неугольники мне чудится в землю заживо похороненные переворачиваются покойники когда он под вечер с друзьями встречается решив перемирить обличье новое поругивая земное начальство небесное научно обосновывая я жду от него хотя бы движения хотя бы дрожи души кострата а для него вся жизнь изменение положения к достижению намеченного результата когда он скрывается в доме своем мне неохота его преследовать неужто и там окруженный семьей что-то пытается опосредовать скорее просто сидит и молчит глядя как бегают по экрану зайчики в глубине сознания в позавчерашние ночи занимаясь пережевыванием надоевшей жвачки мир это хаос воскликнул грец жизнь это сон он повторяет испания но что-то в душе позволяет согреться и память спасает от выкипания мы празднуем каждого слова рождения рождаем каждый новый стих мы а он продолжает городить ограждение рыцарь царствующий парадигмы спасибо спасибо я возражусь из пыли слов так пламя рвущееся к цели не гаснет от тупых плевков пускай тяжелые копыта вминают в почву голос мой лучась в англии как солнце слиток взойдет мой разум над землей пускай размыканы по свету мои священные слова их кровью вспорено согрета воспринят новых душ трава пускай мне жить не удавалось я счастлив в мир кормился поэтому оставьте жалости идите дальше секунду еще раз представьте еще раз представьте Николай Мельто Николай Мельто Коля секунду у вас ВКонтакте есть? есть я выключаю только я там выключаю